У нас идет подъем детской заболеваемости. Это всегда традиционно в начале сентября. Это даже связано не только, может быть, не столько с ковидом, сколько в целом с тем, что организовываются детские коллективы после лета, в первую очередь школьные коллективы. И, конечно же, мы на этой неделе активно объезжаем детские поликлиники, чтобы посмотреть, как разделены потоки больных, здоровых детей и так далее. У меня были некоторые замечания. На этой неделе я была на Туркестанской. Я очень рада, что здесь они уже в этой поликлинике исправлены. Потоки не пересекаются никак. В зоне ожидания неотложных пациентов сейчас утренние часы, как раз время наплыва для пациентов. Пациенты мне сказали, что они ожидают не более 5-10 минут, и это нормально абсолютно. А потом, это здесь педиатр, а там инфекционист. А как вас зовут? Администратор приходит. Просто выводить в одно и то же время, мы посмотрели. Поменьше? На росты понеделя. Если он неделю. Ну, как сказать, понедельник всегда много сделает. Понятно. Ну, ростов... Недели нет. Внутри недели роста нет. Ладно, мазки всем делайте. Да, обязательно. Я как зовут, Герой? Ох, это красиво. Я чувствую, что случилось с Тимофей. Наболел, что ли? Ладно, давай выздоравливайся, Тимофей. Ну, а вообще, конечно же, у нас много идей по изменению работы детской службы в Оренбурге. Мы готовим мобильное приложение. Мы полгода над этим серьезно трудимся. Оно будет, ну, большим, я думаю, событием для родителей Оренбурга. Поскольку позволят, ну, по нашим подсчетам, где-то на процентов 30 сократить число приходов в поликлинику. Мы планируем все справки выдавать дистанционно в бассейн, в кружки там и так далее, и так далее. Вот, и вот сейчас мы докручиваем это приложение, уже, по сути, начинаем его тестирование. Очень надеюсь, что мы его осенью запустим. И, ну, уверена, что это будет действительно существенный, такой прямо революционный в определенной степени шаг в повышение доступности медицинских услуг жителям города, детям. Ну, а затем, если в городе эта история полетит, то, конечно, мы это будем распространять и на всю область. С медицинским специалистом идут все через педиатры. Это наиболее. То есть, острая какая-то стольная, без записи. Острая патология – это без записи в этот же день. Все плановые через педиатры для того, чтобы мы могли, во-первых, перестровать и ограничивать, да, вот эту запись не забивать, не нужно. Во-вторых, всегда куску пикаешь, нужно уже прийти к какой-то предварительной подготовке, да, чтобы сократить количество посещений. А еще, опять-таки, наиболее, скажу, какое-то продуманное. Получение справки в одно посещение. Вот он сегодня пришел, допустим, в бассейн. У нас самая главная большая больная проблема – это бассейн. Его сегодня посмотрели, и ему не надо приходить в пост. То есть, ему говорят, через два дня у вас справки будет с администрацией. Вот на базе этой поликлиники, в том числе, мы договаривались там некоторое время назад, что мы попилотируем историю с рабочими сотовыми телефонами для педиатров, потому что педиатр, участковый педиатр достаточно близкий в семье человек, как правило, для семьи, особенно если это ребенок первого года жизни, первых трех лет жизни. И зачастую родителям нужно действительно просто посоветоваться, и для этого не надо идти в поликлинику, достаточно позвонить. Поэтому позвонить доктору. Но важно, чтобы доктор в этот момент был свободен, чтобы он был доступен, и чтобы это тоже его не срывало, его рабочий график. Ну и в то же время мы не вмешивались в его личную жизнь. Поэтому вот у нас идея выделить каждый день по одному часу участковым докторам для звонков. Родители этого участка будут знать это время. Каждого доктора будет свое расписание. И врач в этот момент будет готов отвечать на телефонные звонки. Не отвлекаясь от пациентов, которые у него на приеме, это будет рабочий день, это будет рабочее его время. Посмотрим, мы сейчас думаем, или там несколько докторов попилотировать такую технологию, или всю поликлинику перевести. Ну и посмотрим, насколько это будет интересно родителям, насколько это приживется. Ну и после этого будем делать выводы. То есть мы всякие пытаемся найти механизмы, как, с одной стороны, снизить число посещений, ненужных посещений в поликлинику, и как сделать более доступно общение с доктором для родителей. Ну и мы еще вот, собственно, три дня, понедельник или вторник, когда я была в поликлинике на Туркестанской, я поняла, что очень многие кружки требуют после лета справок и так далее. Это не прописано никакими регламентирующими документами. И мы тоже провели необходимую работу и с Министерством культуры, с Министерством образования. По доп. образованию сказали, что это избыточные требования. И думаю, что вот то, что сейчас я здесь увидела в этой поликлинике, что врачи доступны, что нет проблем записи на следующую неделю с понедельника, на все дни к участковым врачам свободная запись. Но в том числе вот на этой неделе определенные проблемы были связаны с этим. Мы немножко подправили своих коллег и думаю, что не должно быть больше у нас затыков таких с записью к участковым педиатрам. Ну и также и родителям напоминаю, что к узким специалистам у нас записывает врач-педиатр. То есть первично надо записываться по любым проблемам к педиатру. Уже педиатр определяет необходимость консультации узкого специалиста.